Свою трудовую деятельность я начала на Алматинском отделении дороги на станции Липсы билетным кассиром. 35 лет связывать меня с железной дорогой. Я, значит, работала на линии билетным кассиром, затем работала билетным кассиром станции Алматы-1, работала старшим билетным кассиром, заведующей кассами Алматы-1 вокзала, вокзала Алматы-2. Вообще я из потомственных железнодорожников, я из большой династии железнодорожников. Общий трудовой стаж на железнодороге нашей династии составляет более 400 лет. Я очень люблю свою работу, горжусь своей работой. Я вообще являюсь наставником молодежи. За всю свою трудовую деятельность я воспитала не один десяток билетных кассиров, которые сейчас работают во всех уголках Казахстана. Считаю, что, как и в любой работе, есть у нас свои трудности. Стараемся преодолеть эти все трудности. Когда я начинала работать на линии, тогда мы работали вручную. Был ручной труд, мы продавали билеты по ручной технологии. Запрос мы сделали по телефону, билеты продавались без указания мест, место указывал проводник. Затем в 1995 году мы перешли на автоматизированную систему АСУ-экспресс. Труд билетного кассира облегчился, повысилась производительность труда. В 2014 году мы вообще перешли на электронную систему продаж проездных документов, это Мобиус. С внедрением Мобиуса труд билетного кассира еще больше облегчился, потому что на сегодняшний день 70% продаж, они у нас онлайн-продаж идут, то есть пассажиры в основном в режиме самообслуживания покупают билеты, приобретают билеты, возвраты производят в режиме самообслуживания. В обязанности билетного кассира прежде всего входит это оформление проездных документов, это возврат проездных документов, это переоформление проездных документов, это подбор маршрута для пассажира, такого удобного маршрута с наименьшими пересадками, с наименьшим временем в пути. Вот это вот основные обязанности билетного кассира. В моей профессии нравится вот эта вот работа с людьми, это вот я люблю вообще своих пассажиров, я дорожу ими, я повторюсь, что нравится. Нравится, когда пассажир довольный, совершит поездку, приходит еще раз, еще раз приходит и пользуется нашими услугами, нашим сервисом. Билетный кассир непосредственно должен в своей работе руководством, прежде всего это правилами перевозок железнодорожным транспортом Республики Казахстан, правила перевозки пассажиров багажа и груза багажа, и должностной инструкцией билетного кассира. И также закон о транспорте есть. Необычные такие случаи в работе билетного кассира. Вот был случай, когда женщина с Атрау осталась вот в Алма-Ате, в чужом городе, с двумя малолетними детьми, без денег. И вот тогда все кассиры собрались, работники вокзала, кассиры собрали деньги, купили ей билет, подарили ей билет и отправили в Атрау. И она была очень довольна и благополучно уехала, затем, значит, прислала благодарственное письмо. Вот такой был у нас такой хороший случай, и мы очень были рады за пассажира нашего, женщину, которая благополучно доехала до своего города. За 35 лет своей трудовой деятельности я ни один день не пожалела, что я выбрала эту профессию, и что я работаю в этой сфере. И я себя не вижу в другой профессии, в другой сфере, кроме железной дороги, кроме пассажирских перевозок. Будущим молодым железнодорожником, непосредственно будущим билетным кассиром, мои наставления – это прежде всего терпение, чтобы они каждый раз повышали свою культуру обслуживания. При обслуживании пассажира, чтобы подбирали индивидуальный подход каждому пассажиру. Особенно сейчас особое внимание у нас уделяется лицам с ограниченными возможностями. Вот именно с этой категории пассажиров, вот я наставление моим кассирам – терпение, чтобы каждому пассажиру был индивидуальный подход. И чтобы они всегда повышали свой профессиональный уровень, чтобы они никогда не уставали учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова